Независимо от вида теплоносителя, комфортно должно быть во всех жилых зданиях и помещениях. Некоторое жилье запитывается при помощи газа. Такой механизм подачи теплоресурса используется в доме по улице Чапаевской, 148, где в каждой квартире имеется котел. Во время подготовки к осенне-зимнему периоду управляющая компания проделала большую работу, чтобы обеспечить энергосбережение. Были установлены пластиковые окна в подъездах, была заменена железная дверь на новую и перед капитальным ремонтом фасада была уцеплена торцевая стена дома за счет средств, собранных жителями по статье «Текущий ремонт». И уже потом был произведен капитальный ремонт фасада. Для безопасности жильцов газовое оборудование, вентиляционные каналы здесь регулярно проверяют, особенно перед началом каждого сезона. Помимо контроля за исправностью систем индивидуального отопления, управляющая компания занималась вопросом обогрева подъезда, где ранее установили электрический радиатор. До этого чугунная батарея была запитана от нежилого помещения, собственник которого решил сэкономить. Мы приняли вот такое решение повесить электрический радиатор в подъезде. Сделали под него розетку и, соответственно, вот такой красивый радиатор повесили. Он включается, выключается, можно разную температуру регулировать. И уже жители сами решают, когда есть необходимость включить, когда выключить. Напомним, что согласно постановлению главы Самары Елены Лапушкиной, отопительный сезон в городе стартовал заблаговременно 18 сентября с объектов соцсферы. И по состоянию на 17 октября теплоснабжение запущено во все учреждения. С 25 сентября начали подключать к теплу и жилые дома. Эта работа также на стадии завершения. Степень готовности 99,8%. Контроль за ситуацией непрерывный. Актуальные задачи сезона разбирали на еженедельном штабе в Департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение прошло под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Он напомнил, что в Самаре с 7 октября работает горячая линия, позвонив на которую, жители могут оставить обращения, связанные с обеспечением теплоресурса. Заявки поступают по телефонам горячей линии администрации внутригородских районов, профильного городского департамента и единой дежурно-диспетчерской службы Самары. Также отрабатывают сообщения, которые горожане публикуют в социальных сетях и мессенджерах. Во время совещания первый вице-мэр также поручил коммунальщикам до 1 ноября заделать все вскрытия на участках теплосетей. Среди них как плановые, так и появившиеся на старте подключения зданий к теплу. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, События.